Здравствуйте, уважаемые любители шашечной игры. Меня зовут Олег Бурылов. Я кандидат в мастера по русским шашкам. Я являюсь пятикратным призером Пермского мира среди юношей и чемпионом Пермского края среди мужчин. Также я автор YouTube канала Шашки с Олегом. Друзья, сейчас я начинаю тренировки всех шашистов, желающих заниматься русскими, бразильскими или стоклеточными шашками. То есть есть индивидуальные тренировки, есть групповые тренировки. Причем стоимость групповых тренировок сейчас просто демпинговая. Так что, друзья, если хотите заниматься, милости просим. Вначале рассмотрим комбинацию из русских шашек. Данное положение возникло в партии двух известных ленинградских мастеров Александра Савинка и Дмитрия Лонда. Партия 1992 года. Последним ходом черные неосторожно напали в B6, A5. И белые могут провести красивую разгромную комбинацию под названием «Круг почета» или «Чертово колесо». Хочу напомнить вам, что в данной позиции у белых есть три предпосылки, три мотива для проведения комбинации. Первый мотив – это ослабленные дамочные поля черных. Второй мотив – это так называемая решетчатость. То есть видите, между шашками черных есть свободные поля. Ну и третий мотив – это то, что черные напали шашкой А5 и следующий ход их известен. Они будут бить шашку B4. Зная все это, белые проводят красивую и эффектную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют HG3 и пропускают черных в дамки. Затем подбрасывают еще две шашки ходом EF6. Играют GH4 и наносят свой красивый финальный удар. Видите, шашка белых превращается в дамку и совершает такой круг почета. Поэтому комбинация носит название «Круг почета» или «Чертово колесо». Следующая партия в бразильские шашки играли два мастера. Шестикратный чемпион Польши Михаил Юницкий и мастер из Бразилии «Сильва». Партия 2020 года. Друзья, не пугайтесь. Видите, шашка G7 улетела на поле E5. Это так называемая жеребьевка дебюта «Летающая шашка», которая часто применяется и в русских шашках. В партии было CB4, BA5. Белые закрываются BC3, черные играют CB6. Белые играют ED4 и черные меняются назад. То есть черные заняли центр, белые как-то пытаются его окружить. То есть меняются BC5 и бьют именно на бортик. Черные играют HG5 и активизируют бортовую шашку. Белые играют на бортик, пытаются окружить центр черных. Далее в партии было HG7, AB2. Обе стороны развивают свои сильные левые фланги. И черные играют AB6, развивают свою отсталую шашку. Далее BC3, GF4. И белые решили напасть на шашку F4 черных. То есть видите, у белых есть три нападения, а у черных только две защиты. Поэтому черным надо искать косвенную защиту. В партии черные закрылись G6. И на ход EF2 надо было сыграть сперва FG7, а затем уже играть как в партии ED6. Но черные ошиблись. Они подумали, что у них есть косвенная защита. И горько за это поплатились. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Здесь очень красивое сочетание позиционной и комбинационной игры. Белые нападают FE3. И черные проводят удар. То есть отдают три шашки и забирают две. Кажется, что белым надо отдавать шашку DC3 и партия закончится ничьей. Но на самом деле это не так. Белые могут красиво выиграть. Загоняем черных в дамки. Играем АБ4. Очень неожиданный ход. Черные ставят дамку. Затем отдаем две шашки и проводим комбинацию под названием стрела. То есть ловим дамку черных и видите, белая шашка наносит свой удар как стрела. Ну и последняя партия на сегодня. Фрагмент из партии мастера Де Йонга против неизвестного любителя. Партия 1938 года. Ход черных. У белых уже дамка, но кажется, что партия заканчивается ничьей. То есть черные нападают. Надо отходить. Лучшего нет. Черные еще раз нападают. И вот в этой позиции можете поставить видео на паузу. Оказывается, у белых есть очень красивый выигрыш. Белые отдают шашку и нападают на шашку черных сзади. Приходится отходить. Тогда белые делают ход, активизируют свою бортовую шашку и возникает прием под названием трамплин. То есть куда бы черные не пошли, допустим, сюда мы отдаем одну шашку и забираем сразу же две. Ну и одна дамка легко справляется с шашкой черных. То есть белые выигрывают с помощью запирания. Да. Продолжение следует...